В результате штурма здания Конгресса США в Вашингтоне погибли 4 человека. В американской столице объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эксперты уже назвали произошедшее беспрецедентным случаем в новейшей истории Америки. Все подробности в репортаже моих коллег. Баррикады, комендантский час столицы и разгромленный капиталистский холм. Все это последствия штурма Капитолия. Минувшей ночью сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы сорвать заседание обеих палат. На нем законодатели должны были утвердить итоги президентских выборов. Остановить работу органа митингующим удалось. Они прорвали кордон полиции и пробрались в зал заседаний. Дальше все как в американском блокбастере. Потасовки с полицейскими, слезоточивый газ и перцовые баллончики. А еще срочная эвакуация конгрессменов и вице-президента Пенса, который вел это заседание. Дональд Трамп До штурма демонстранты собрались на митинге под названием «Марш за спасение Америки», где Трамп, выступая перед многотысячной толпой в центре столицы, снова отказался признать поражение. Действующий президент потребовал от Майка Пенса попытаться остановить утверждение голосов и призвал американцев пойти маршем к зданию Капитория. Но когда дело дошло до наступления, Трамп резко сменил риторику, попросив манифестантов действовать мирно. Я понимаю вашу боль. У нас были выборы, которые были украдены. Это были сфальсифицированные выборы, и все об этом знают. Но сейчас вам нужно уйти домой. Нам нужен мир. Нам нужно подчиняться законам. Мы не хотим, чтобы кто-либо был ранен. Это очень сложное время. Но вам нужно вернуться домой с миром. Реакция избранного президента Джо Байдена была незамедлительной. Он назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а настоящим мятежом. И отметил, что это темные времена, а такие штурмы беспрецедентны для новейшей истории Америки. В этот час наша демократия подверглась беспрецедентной атаке. Такой, которую мы еще не видели в современности. Сцены хаоса в Капитолии не отражают истинную суть Америки. Того, кто мы. Мы видим экстремистов, творящих беззаконие. Они не являются нашими представителями. Это не инакомыслие, это беспорядки. Хаос. Это граничит с мятежом. И этому нужно положить конец прямо сейчас. В лучшем случае слова президента могут вдохновить. Но в худшем они могут стать подстрекательством. Демократы потребовали объявить импичмент Трампу. С критикой на 45-го президента обрушились экс-лидеры Билл Клинтон и Барак Обама. По словам последнего, штурм Капитолия войдет в историю США как момент, цитата, «великого позора». Джордж Буш младший же заявил, что подобным образом результаты выборов оспаривают лишь в банановых республиках. Лора и я с тревогой следим за погромами, происходящими в нашем правительстве. Это зрелище ужасное и вызывает отвращение. Так, итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в нашей демократической стране. После того, как силы надгвардии навели порядок Капитолии, конгрессмены продолжили свое заседание. Палата представителей отклонила возражения против утверждения голосов выборщиков в Аризоне. Это был один из спорных штатов, в результате которого могли бы помочь Трампу одержать победу. Сегодня был очень темный день в нашей истории. Мы осуждаем насилие, которое здесь произошло. Те, кто устроил хаос в нашей столице, сегодня вы не выиграли. Насилие никогда не выигрывает. Выигрывает свобода. Помимо перечисленных политических последствий штурма, есть и материальные. Ущерб от штурма еще предстоит подсчитать. Жертвами беспорядка стали четыре человека. Среди них ветеран военно-воздушных сил США. Задержаны не менее 20 участников штурма. Сейчас на Капиталистском холме выстроены подразделения Национальной гвардии. В Вашингтоне продлен режим чрезвычайной ситуации до 20 января, дня инаугурации избранного президента Джо Байдена.